поговорим о таком понятии как пообещать или дать кому-то слово этим самым вы дав слово или пообещал мысленно связывайтесь с этим человеком которому пообещали или дали слово вот я когда что-то кому-то обещал старался как можно быстрее все это сделать почему потому что я чувствовал эту связь между нами и не хочу сказать что по ней могут перетекать как положительные качества такие отрицательные качества от того с кем ты связал но вот это вот сама связь чувствуется как своего рода стеснение ограничения и поэтому мне хотелось сюда побыстрее выполнить и будет сразу чувствуется раз обрубилась все это дело это чувствует себя свободнее поэтому прежде чем пообещать дать слово подумайте сможете ли вы это выполнить свое обещание с чем столкнетесь при его выполнении чтобы найти не было таких вот пустых каких-то обещаний которые которые не дают ну как бы сказать которые вы не в силах выполнить но тем не менее вы дали почему потому что вот и вы дали обещание до слова то ко всему ко всему этому бумаги пространство подстегиваются к вам вот все эти могут резервы возможности для выполнения этого и вы естественно выполняете если вы просто пообещали и у вас есть резервы но не выполнили их ну например в первую очередь это касается отдать долг взяли долг потом надо же его отдавать отдавать то обычно не хочется получать всегда хочется отдавать не хочется тем самым вот нарушаете но говорить те такие сказать связи тонкоматериальные которые с вами взаимодействует и следующий раз просто-напросто это на вас и отразится и а так что касается взял обещание дал но это также касается еще больше мере намерений вот вы что-то надумали сделать а но грубо говоря там ну какое-то дело не будем говорить какое-то дело надумали все так решительно за него взялись а потом передумали вот этого знаете посыл который был пространство дан и подготовил почву для его реализации а потом все это дело остановилось то есть все это пространстве этот весь механизм застопорился и заклинило будет из-за того что вы подумали а зачем мне это надо стоит ли это делать получу ли я выгоду какую-нибудь или я не получу ничего ну короче вы передумали все это дело делать так вот несколько раз если это дело сделать то ваши мысли ваши намерения просто-напросто теряют силу то есть когда надумали и сделали а вот те механизмы которые были задействованы они проработали значит это тоже самое интересное тоже своеобразная тренировка идет как вы качаете мышцы силу точно также качается и ваше намерение сделали значит маленькое что-то у вас такое накопилось положительно сделали другое еще что-то накопилось и потом можно решать действительно все больше и больше задачи а если вы отказываетесь от этого то к вам перестает вот эти вот силы и обстоятельства подстегиваться в результате чтобы вы не затевали после этого редко что будет удаваться полной мере поэтому к таким вещам как дал слово там взял обязательства надумал что это делать надо относиться очень очень серьезно чтобы ваш потенциал возрастал в этом деле тогда действительно ваше слово имеет вес ваше намерение имеет вес она совершается противном случае человек становится пустышкой которая просто гремит но никакого полезного действия больше от него нет и поэтому и судят о человеке так что думайте прежде чем дать кому-то слово обязательства и обдумая начать какое-то дело так поработать и вначале мысленно чтобы впоследствии вы от него не отказались вот то есть тоже интересные такие наблюдения я сам на себе убедился то есть что-то там ага думаю купить вот что-то я куплю а потом только раз думаю да зачем это надо оно не надо и как бы отказываясь а уже допустим ты что-то там сказал каким-то людям чтобы это все было приобретено приобретено чтобы они постарались откуда-то взяли достали а ты отказался и как бы сказать вот вот я мою надумал а мы там сделали а он осталось заплатить деньги а он передумал и весь наш труд пошел прахом так это здесь труд пошел прахом а там там еще больше работа была произведена вот это стоит понимать